добрый день дорогие друзья здравствуйте другие подруги а также мои дорогие зарубежные подписчики здрасте вам тоже сегодня у нас опять необычное бритье если вы спросите в чем же его необыкновенность я вам скажу что сразу по двум позициям первое у нас сегодня очень большой разброс потому что самое недорогое что сегодня будет на обзоре его можно купить за рубежом где-то в районе 11 12 баксов на амазоне что же касается самого дорогого если допустим крем мыло то это 88 долларов а если говорить за помазок таком вообще за движется шутни вот именно шутни и заикацию устал зашкаливает ну и плюс ко всему у нас сегодня раритет так что вы давайте на крупный план смотрите что там да как а я начинаю готовиться две крайние бабочки у нас осталось на канале обе жилет и я думаю что если по старшинству то наверно слима мы отставим на следующий раз первым у нас пойдет фэтбой так как он 59 года рождения слим ну маленький еще 66 давайте наверно сегодня на фэтбое и остановимся ну а слима на следующий обзор запустим вес тонкая 71 грамм захотела сразу же слима взвешивать 63 грамма 8 грамм как бы небольшая разница но все-таки она есть длина ручки 77 миллиметров длина головы 44 ширина необычная 26 обычно мы с вами сталкиваемся 24 25 здесь 26 ребят бабочка бабочка непростая а бабочка который 58 лет на сегодняшний день через пару лет и исполнится 60 вот такими станки были 60 лет назад ручка ручка вся в насечках естественно металл претерпел кое-какие изменения за все это время но тем ни менее она полностью функционально никуда ничего не пропало только слегка видоизменен цвет если восстанавливать этот станок это сделать можно легко и просто без особых усилий потому что он практически ну не изношен внизу ручки есть крутилка при помощи которой мы с вами будем открывать лопасти посмотрите как он внутри тоже хорошо сохранился надпись madame usa вот вторую что-то я не вижу нифига большой глаз нужен точно также мы сейчас ей давайте наверно и закроем посередине эта часть не крутится выше идет у нас кольцо которое будет регулировать от единицы до 9 регулировка происходит в открытом состоянии то есть вначале мы открываем лопасть выставляем так и она здесь вот она видите вот этого черточка напротив черточки выставляем ту позицию которая нам нужна если в эту сторону вот на единицу открутили а если в эту подожмем максимальная 9 давайте наверно все таки на девятки поставим хочу попробовать на девятки ну сразу с агрессивного понять что он из себя представляет на максимуме судя по тому как вот здесь вот видите вот верхнее покрытие зашло внутри то он медный старый добрый медный станочек лезвия наверно с вами сегодня возьмем физер фазер фазер потому что я с ним очень хорошо знаком я с ним дружу я знаю чего от него можно ждать чего не можно ждать поэтому на незнакомый станок конечно же лучше всего ставите лезвия с которыми вы знакомы с которыми вы можете хоть как-то прогнозировать ваше бритье поэтому фазер сегодня пойдет весь клею блин там еле отодрал ребята японские не поскупились закрываем до конца дошла чуть-чуть в натяг еще буквально где-то наверно миллиметр провел и все вылит лезвие но равномерно было бы странно чем был каким-то другим все-таки фэтбой легенда ребят для тех кто не в курсе фэтбой это на самом деле легенда потому что в волнами уже три или четыре волны прошло как фэтбой сводил всех с ума на сегодняшний день это раритет который не так уж просто достать в хорошем состоянии в отличном еще тяжелее за разумные деньги станок хорошем состоянии это 120 150 баксов вот этот этот я взял за 75 на канаде и тси тра-та-там тра-та-там вместе со сливом со слимом слим мне обошелся 50 долларов а этот фэдбой за 75 там еще за доставку помоги до 15-20 баксов попросили вот так вот он ко мне приехал очень не хотелось его попробовать и вот сегодня мы с вами его попробуем и прошло аквадепарма парни да 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 александр царство ему небесное знал толку знал толку всех этих штучках вот ребята от него нам это и досталось там еще есть кое-что в коробочке не все вытащил сожалению не всегда получается но сейчас вот такая вот брешь решил все отодвинуть и показать то что сашкиных запасах еще лежит аквадепарма итальянский шавен крем да это на самом деле считается не мылом это считается кремом смотрите какая упаковка ну просто просто обалдеть вот такой вот коробочки еще стоит на донышке в этой коробочке есть все 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 что касается составляющих этого мыла читайте кому интересно сама упаковка уже видели банка же здесь полностью стеклянная этике . такая элегантная на донышке еще раз продублировано из чего сделано это мыло для чего она используется название дата изготовления вес 125 грамм бла-бла-бла ну короче все что нужно ну конечно же помпезная конечно же обалденно пластиковая крышка снимается легко здесь еще такая вот проставочка из пластика и вот открывается нам сам крем ребят я уже нюхал запах на самом деле конечно он не термояд он легкий ненавязчивый элегантный самодостаточный ну классный запах классный но это уже на верхней плаву когда бриться пойдем я там уже наверно тогда более подробно на этом остановлюсь пока могу если коротко сказать ребята он мне понравился очень-очень автоширже ребят мне вот я не помню то ли тоже подсуну то ли коры него подсунул то ли еще кто-то ярдли ярдли лондон вес алоэ вера то есть алоэ вера да на самом деле есть такой английский это на самом деле английский но алоэ вера мне кажется если есть то его здесь трудно узнать не ну и конечно не сомневаюсь что он там есть потому что запахи ребята у этого одеколона я их обожаю но здесь пахнет не алоэ вера а вот чем я вам уже скоро скажу во время бритья запах конечно и вот это вот не понял то тут какая-то вот такая вот фигня была может быть что-то как-то этот упустил ну вот так вот пришло ли столе это обломано то ли так должно быть так давайте закроем таки уберем одеколон выпуска ребята сегодня прораза колония azure azure lime azure lime наверное правильно я вначале расстроился не люблю цитрусовые а потом когда понюхал я понял что я зря расстраивался потому что здесь не прет цитрусовый здесь он здесь цитрусовый если не надпись я вообще не увидел потому что здесь замес замес ну так это все во время бритья короче если коротко ребят запах хороший стеклянная бутылка дозатор брызгалка даты название модель франции да ладно сделано во франции вопрос знатокам это стекло сделано во франции или вся эта линейка сделано во франции интересно не ну я читайте сами модель франции упс приходит в коробочке красивые соответствующий сам он такой вот синий или не синий как его назвать натурал спрей колония 48 года бла 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 вы знаете про раса они фигни не лепят они делаются красиво вот вот такая вот коробка все парни пошли брить а нет какой какой нет еще ребят раз уж у нас сегодня такое богатое мыло кстати здесь на коробке еще один перечень есть я долго думал о какой же помазок взять естественно лучше бы помазок конечно же от сашки думал начали или зенита или мориса фарандрана ну сами посудить если мыло стоит почти 100 баксов 88 то наверно морис фарандран сюда наверно подходит побольше кто забыл напомню 50 50 26 вот такая вот маленькая зверушка с историей стоимостью хрен знает сколько сотен евро так ладно пошли уже бриться прежде чем намочу лицо и наверно все таки открою крем потому что как в инструкции написано его как автошивого как пришейф тоже можно использовать то есть он как пришли в принципе это работает тоже поэтому сейчас начали компресс потом пришейф ну путь помазок уже замочим не совсем понимаю зачем в принципе сейчас делать компресс потому что у нас на улице жара мы сидим в помещении дома и блин такое ощущение что тебя утюгом гладит это слова мои любимые они у нас только понравились что я повторил кондиционера к сожалению поставить не успел крем ну если саня его использовал то совсем немного так что-то он пальцем не берется а мне что-то как-то знаете очень хочется ему структуру ломать поэтому наверно сделаем вот так я чуть-чуть помазок вот так вот на колбашу вот так вот нанесу ну и пускай он себе кушает а раз это крем мыло попробуем сегодня вообще без чаши просто так сразу же на лицо пойти да еще так пускай еще маленечко по кисни давай кисни стой на месте а чего анекдот рассказывать мы не заметим где собрались поехали короче давай сразу все делать воды не так уж много стрихнул где-то середина там осталось посмотрите какая пена булыжится сразу все что я делаю по сути сейчас я просто загружаю помазок чтобы потом впоследствии пойти на лицо посмотрите вот это вот вот это вот то что по краям сошло она сейчас заберу вот этого все оставим а вот с этим уже пойдем на лицо но я думаю пришив у нас уже покушал я сейчас просто намочу руку чуть-чуть добавлю влаги кстати когда его нанесли даже по мазком она это чуть-чуть слегка холодил вот он просто обозначил обозначил холод вот как такового знаете вот ментола удара какого-то нет нет ничего за глаза даже вообще молчу потому что здесь само действие вот этого охлаждающего она какое-то знаете эфемерное то есть вот чуть-чуть слегка как будто кто-то слишком резко закрыл дверь и вот этим вот опахалом воздуха вот так чуть-чуть коснулась если бы не было так жарко вы бы этого не почувствовали а вот так жарко сегодня и вы это вот так вот холод работает прям интересно то что мы с вами набрали на помазке у нас все осталось неприкосновенности посмотрим чего будет вот так вот ребят пока сверхъестественного чего-то 100 баксов нет вот такого нет нет я сейчас просто вижу качественный продукт вот как-то так пена до великолепно к цене я бы не стал ее привязывать например вот это вот пена я бы не сказал ульты блин смотри она на 70 баксов дороже чем у прораза нет нет вот качественный продукт его да видно а вот так что по ценнику ориентироваться ну нет я бы так наверно не сказал нанеслось нормально что будет дальше посмотрим может действительно сейчас станок возьму проведу а у меня там младенческая попка как выскочит и пара дельфинов скажет фу и да мне еще этого крема не знаю сейчас увидим так помните у нас девятка фаза богом не зарежешь пока интересно а я любимого предупреждал иванова я брить пошел это ей название парни я не знаю что происходит я не понимаю реально не понимаю я даже на секундочку забылся и показал что это все не со мной и показал что это вообще не футболь вы знаете вот легкое легкое отличие вот а вот от рукав 6 с у того массивная уверенность тяжелости какого-то на эти танка иосиф сталин 3 из супертяжелый танк вот он идет и прет здесь санок сам по себе полегче но уверенности было не намного меньше вот пока нравится пока нравится это не на чем это сравнить посмотрим что будет дальше но пока обалдеваю пока обалдеваю снесли прилично мыло осталось немного вот здесь чуть-чуть рука дрогнула чувствую что шкварку провел немного ну опять же к мыло это навряд ли как-то привяжет скорее всего я так взбил потому что если я пошел в чашу я бы такие сливки наворочил но она есть 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 на резину нет не выглядит могу хоть сейчас еще раз пройти резины точно не будет так водички добавим уверенно и классная отличная пена прямо пока нравится и причем да действительно обязательно скатывать его крем мыло можно прям сразу на лицо так хочу к этим сейчас по семерочку а как вы считаете так открываем так ты у нас где ну ка пухне ка вот выставляем вот так вот на семерку поставим закрываем торт Я как индюк стягиваю, пытаясь вот это место превратить в ровное, чтобы станок по ровному шел. Вот на данном этапе это уже не руко, это что-то такое, знаете, поагрессивнее. Продолжение следует... хорошо хорошо мыло все еще остается станок скользит уверенно несколько агрессивно не пойму почему мы все таки с девятки на семерку опустились давайте сейчас попробую вообще на пятерку опуститься потом че будет ну а себе вполне хватает хотя чего давайте добавим маленечко вот так чутка просто пять раз провел в баночке смотрите насколько лучше пена встала это говорит о том что в первый раз ты не добрал надо было маленько чуть побольше добрать и так у нас было девятка потом семерка давайте сейчас наверно поставим давайте начнем поставим на пятерку Настолько мягко стал идти, что даже появилось желание бриться не от гарды, а от плиты, от верхней. То есть лезвие так и спряталось, и ушло, оно в обороне, как будто завальцевалось полностью. Не знаю, посмотрим, что дальше будет. Да, от головы стало легче. Не пойму откуда вот эти все недоразумения, но я чувствую все неплохо. Да... Угу. ну все равно сейчас уже будем подбивать поэтому чего давайте уже с него все заберу такой как вам будет хорошо видно так вот такой бодрый стоячок так 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 Вот сейчас особенно ощущается, что это крем-мыло. Оно в руках действительно как крем. Вот сейчас точно могу сказать, что на пятой позиции Fatboy он где-то в районе между 34-й и 89-й головой. Ближе к 34-й, потому что так как он мне сейчас позволяет фезерам собирать вот эти остатки, вот поэтому я вот так вот примерно и сужу. Если бы, допустим, это был вейши или ижи с ними, я бы, наверное, даже не сунулся, потому что этими станками там возюкать, не перевозюкать, и больше гимора получше, чем удовольствие. А этот вполне себе сновно все это снимает, и вот именно поэтому я думаю, что он ближе к 34-й на пятой позиции. Интересная штука. Ну, пожалуй, что и все. Сейчас я все это уберу и автошлифер. Все-таки это так приятно, когда хорошим станком, с хорошим мылом, как выглядишь, ты выглядишь. И, ну, ребят, мне кажется, все-таки невозможно то же самое получить с кассетником. Нет, ну, нереально это. Нереально. Ну, с другой стороны, возможно, есть люди, которым это удается. Хотя основная причина, да, их несколько было, цена в том числе. Основная причина, почему я начал стыкать альтернативу несколько лет назад, лет пять, наверное, это, наверное, все-таки еще и в том, что ты побрился, а оно буквально, сколько там, 8-12 часов прошло, и хоп, опять все. Хоть иди брейся. То есть, ну, а здесь, видите, здесь другой цимус. Так, ну, вот, раздражение как такового я не вижу. Получил уверенного дельфина. Кожа, да, получила некоторый стресс. Ничего такого, какого-то, знаете, критического я здесь не вижу. То есть, вот то, что заявлено за мыло Аква-де-Парма, с определенной вероятностью все-таки работает. То есть, да, действительно, мыло призвано для того, чтобы максимально обезопасить ваше бритье. Уложить, ублажить кожу. Там какие-то кислоты, то есть, ну, вот, посмотрите на составляющие. Короче, дофига там чего-всего есть. Фана только я не получил. Не буду говорить за всех. Возможно, я не понял это мыло. Возможно, что-то сделал не так. Но если бы, допустим, это мыло покупал я, а не Александр нам его подогнал, я бы считал это своей неудачей. Потому что, ну, знаете, ну, когда ты берешь продукт за 90 баксов, ты ждешь от него чего-то вот такого. Нет, не то, что там в пять раз бритье будет лучше, но что-то особенное, какую-то изюминку. Пускай самую маленькую, пускай вот хоть такую, но все-таки ждешь. Каждый из помазков, вот этот помазок, вот эти вот все помазки. У них эти изюминки есть, и по сути ты понимаешь, за что ты переплатил. Да, пускай по некоторой части это призрачная изюминка, по некоторой реальная. В некоторых случаях люди сами себя уговаривают. Ну, я заплатил за то-то, за то-то. В некоторых случаях уговаривать-то не надо, потому что ты реально понимаешь, за что ты переплатил. Ну, вот в данном случае, если говорить, допустим, за вот это крем-мыло, ну, я бы, наверное, не смог себя уговорить. Я бы понимал, что я лоханулся. Если кто-то пользуется этим мылом, ребята, если кто-то знает об этом мыле что-то такое, чего не понял сегодня я, будь ласка, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, пока я считаю именно так, что вот это мыло, с моей точки зрения, не стоит этих денег. Что это мыло бреет, ну, да ничуть не лучше и прораза, и латохи, и многих-многих других мыл. И уж во всяком случае, ту изюминку, которую я бы ждал, я здесь точно не нашел. К примеру, вот этому мылу Каде уже под 40 лет. Оно тоже не дешевое. Оно тоже где-то там в районе по 3 косаря рублей. Возможно, сейчас даже дороже. Но для себя я изюминку здесь нашел сразу. И она такая штука, бфф, копыть сшибает. У меня даже мысли нет. Ты-то, какие-то, забудь, ты что, во, мыло. Я получил эту изюминку. И мне тут себя уговаривать, что я заплатил большие деньги, и как-то оправдывать свои действия. И он, что, охренел, вот такие бабки. Ну, ладно, это жена подарила, но тем не менее, все равно семейный бюджет. Здесь не надо. А вот с Аква-де-Парма мне бы, наверное, пришлось самому себе объяснять. Вот, ну, а что объяснять? Ну, попал, попал и попал. Брите это часто бывает. Да не только в брите, во всяких многих других. К чести сказать, вот так напрямую докопаться, по сути, не к чему. Потому что пена хорошая, скольжение хорошее. Долгожительство пены, стойкость пены тоже хорошая. С кожей тоже поработало, не без этого. Да, все нормально, все хорошо. Но, знаете, вот что-то вот такое, вот, и на вылет, не, не случилось. Но все равно что-то вот такое вот есть, что меня это беспокоит. Я вот даже вот автошир не стал лить, а сразу за мыло взялся. Давайте его все-таки используем. Хотя, ребята, я вам скажу, что вот этот вот Ярдли, может быть, необычный. И как его можно автоширом назвать, я не понимаю. Потому что по запаху он, ну, блин, а эти колонны настоящие. Как даст, даст, мама не горюй. И держится так неплохо. И то, что здесь пишут на алоэ вера, я думаю, это ориентировано не на тех, кто ищет ответ на вопрос по поводу запаха. К запаховым делам, ребята, дело у нас с алоэ вера здесь вообще никакого отношения не имеет. Потому что запах здесь. Вот не знаю, к сожалению, какая настоящая здесь кнопочка. Ну, вот через то, что вот у меня есть сегодня, вот да, он наливается. И я его сейчас нанесу. Я Деколон здесь есть точно. Ой, спирт, спирт. И как бы его там не дофига. То есть он такой наш, нормальный. Ну, сибирский, русский, назовите как хотите, дрочевый. Все в порядке. А вот запах, ребятушки, запах бомбический. Запах, я думаю, настолько на любителей, что он и сторонников будет иметь, и противников. Потому что запах тут к алоэ веры никакого отношения не имеет. Это галимая, ничем не прикрытая, великая и прекрасная в своем многообразии Индия. У англичан много напев с индийскими ароматами. Потому что, сами понимаете, они там пытались ПМЖ получить, а потом им просто пинка под сраку дали. То есть, ну, не дали им там навечно времена проселиться. Но, тем не менее, немало времени они там провели. И, конечно же, они с Индией утащили немного. В смысле, немного. Нормально они утащили с Индией, хорошо. В том числе и культура индийская тоже какое-то влияние на Англию оказала. Там, кроме чаев, там еще дофига чего. В том числе и запахи. Это, ребята, это очень кошерные. Это очень изысканно. Это очень обалденная Индия. Здесь и индийская кухня. Здесь и индийские палочки. Здесь и ароматика индийская. Здесь и какие-то специи. Здесь и какие-то, знаете, и деревянные дела. И сандал где-то такой. А, из-за забора вылез, ручкой помахал. Ну, как такового вы ее сразу здесь не найдете. Но он где-то здесь есть. Он, знаете, то ли он в профиль, то ли в анфас. Он как-то вот так вот, знаете, вот смотрит туда, одним глазом косит. Вот что-то здесь такое есть. И так это все перемешали. И так это все смесили. А потом куда-то запихали и отстаиваться поставили. И потом оно как-то взошло-взошло. И вот это все, что взошло... Вы знаете, запах шикарный. Он мне нравится. И при всем при том, как только вы почувствуете этот запах, вы сразу же поймете, что запах, по сути, вот эта вещь, по сути, она недорогая. Потому что дорогие вещи себе такой откровенности, такой, знаете, неприкрытной, вот такой вот... Да, вот я пришел. Нет, они не позволяют. Они более вкрадчивые, они более ненавязчивые. Ну, за исключением некоторых. Там бывают такие, что акценты ставят ой-ой-ой. Но здесь, здесь разудалый фестиваль, разудалый вот это... А-ра-кришна-ра-ра-ри-да-ра-ра-ра-ра-ра. Так, что это я? Южную Африку, Южную Америку вспомнил. Нет, ну, не знаю я индийских напевов, ребята, но здесь он, блин. Вещь, вещь. Кто ничего нравится индийской темы, ребята, не поленитесь, закажите. Ну, блин, офигительная тема. Я не удержался, дал любимое попробовать. Она сказала, да, прикольный, да, индийский, мне нравится. То есть, вот я безбоязненно им уже могу пользоваться и точно знаю, что Лариску это не спугнет. Что касается станка. Станок, ребята, да удивил, удивил. Я вот, честно, не могу понять, а если у людей в 50-х, 60-х годах прошлого столетия были такие вещи, а какого они вообще дальше там стали что-то делать, что-то там развивать, там тарам-тарам. Может быть, из-за того, что это недешево, может быть, из-за того, что этот сам по себе инструмент, скажем так, дорогой. Ну, за новый 120-150 баксов, ну, я понимаю, Роквелл. Ну, за этот... Ну, нет, нет. Старичка бы я попробовал. Вот, за 70-75. Ну, за новый 120-150, я бы, наверное, пожаловал, есть при условии, если я не коллекционер, я бы отдавать, наверное, не стал. Я бы что-нибудь новенькое взял. А вот если я коллекционер, то, да, вполне может быть. Потому что, ну, чем-то есть наши отцы-деды, всегда интересно. А во-вторых, ну, прикольная штука. Если бы меня спросили, а чем он отличается от прогресса, от футура, от байли, от байли, от тех же самых. Ребят, да ничем и всем. Регулировка какая-то, ну, практически какая-то, только позиции больше. А на самом деле тут все другое. Он совершенно другой. Он и сделан по-другому, и вот те чувствуются по-другому. И развесовка у него другая. Вот, смотрите, мне его даже уговаривать не пришлось. Я протарась его вот так на пальчик, и он уже все. То есть, вот, это интересный станок. Я не жалею, что я дал за него 75 баксов. Я с этим познакомился. Стану ли я его себя оставлять, не знаю, ребят. Не знаю. Если кто-то скажет, Вадюх, вот мне интересно, продай. Вполне вероятно, что продам. Не из-за того, что он меня чем-то не впечатлил. Нет, он меня порадовал. Из-за того, что, в принципе, станков-то и так дофига. И вот те станки... Вот, вообще, человеку побриться одного станка вот так, выше крыши. А у меня их уже тьма-тьмущая. И, по сути, вот основная масса мне нужна только для того, чтобы сравнить. Сравнить те станки, которые на сегодняшний день в обиходе. Вот та коллекция из современных станков, как и помазков, которые у меня есть, она, да, она мне необходима для работы, потому что я, в принципе, пришел новый станок. Я могу сказать, вот смотрите, вот этот, то же самое, там, вот, допустим, Rockwell 6S, это вот этот, Progress, это вот этот, ну, то же самое, Эдвей Джаггер, например, вот этот. А вот это 34 HD, а это 37 сланг. Вот это я все могу взять руки и показать вам. Это мне нужно в работе. А здесь этот мне вообще никак не пригодится. Ну, какой смысл сравнивать этот станок с чем-то там, потому что, ну, это, это удел избранных. Это для людей, которым интересно что-то необычное из ряда вон, которое ты вот не пришел в магазин и не купил, которое нужно, чтобы ты хочешь его поиметь, нужно оторвать жопу, побегать, поискать, и, возможно, ты это найдешь. Это вот для таких людей. Поэтому в работе он мне точно не пригодится. Я его взял, как и сын, с одной единственной целью, попробовать сравнить, понять для самого себя любимого. Я взял, я попробовал. Поэтому, ну, вполне, да, да. Если кто-то скажет, то продай, продам, легко, без проблем. Но удивил, удивил. Интересная штука. И, кстати, чем он еще интересен, это то, что он поднял такую субкультуру, столько фанатов и по слимам, и по фэтбоям, этих слимов, оказывается, ну, сейчас не слим, там ту его куча разновидностей, ту его куча вариаций. И, то есть, вот есть люди, которые слимы, фэтбои, скупают пачками, скупают вот сериями. Вот у меня, допустим, 59-й год, Е3. А у человека, допустим, вот есть задача собрать их там несколько выпусков подряд. И люди настолько прострелены, настолько пробитые по этой теме, что даже есть компании, которые все это восстанавливают, делают новые покрытия, и за какую-то там копейку они вам из этого станка сделают новые, вы им будете пользоваться еще не одно десятилетие, и внукам-дедам отдадите. Внукам-дедам, ага, сказал. То есть, вот это с историей станет. С историей. Я ее полностью все не поднимал, но она очень большая. Да и наверняка у нас есть люди на канале, которые эту историю знают гораздо лучше, чем я. Дальше. Следующий у нас, ребята, автошейф. Ну, завтра шейф я уже подробно рассказал. Это что-то из ряда вон за 3 копейки. Поэтому, ребят, ну, если будете где-то, что-то как-то, и вам подвернется вот это под руку, ребята, возьмите. Это хорошая школа, интересная вещь, однозначно. Помазок. Морис Фармдраун. Рабочий. Рабочий. Рабочий помазок. Я бы не сказал, что он... Ну, я об этом уже говорил, господи. То есть, вот в моем понимании, вот это вот два одинаковых. Вот, практически, с небольшими вариациями. Ну, только разные по стоимости. Поэтому, кто ищет себе что-то уникальное... Ну, это вот. Это вот. Вот. То есть, вот есть неугомонные души, которым нужно что-то такое, не как у всех. Вот хотят они вот такое. И вот тогда человек предпринимает определенные действия и получает в себе личное пользование вот такие вещи. Как правило, люди за цену там уже не смотрят. Ну, и правильно делают. Все не могут себе позволить. То почему бы и нет. Но, как я и хотел сказать, побриться можно гораздо более простыми вещами. Вот, вот. А на самом деле, ну, качество, качество отменное. Внешний вид отменный. Работа отменная. Все отменное. И цена тоже отменная. Так что, ну, что, зачет, зачет. И сегодняшний одеколон обзора прораза Lime. Азур, 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 азур. Как правильно? Азур Lime. Лариска, как только его понюхала, говорит, о, мужской. Я говорю, ну, понятно, что мужской. Он говорит, а, ну, он реально мужской? Я говорю, да, мужской. Он говорит, он прям мужской-мужской. Я говорю, а вот какой мужской-мужской? Old school? Нет, какой old school? Old school это там 47-11. Швипр, там-то-там. А этот нет, этот мужской-мужской. Вот так вот его охарактеризовала моя любимая. Что же до меня? Ребята, Lime. Я думаю, нет смысла компании обманывать. Наверняка он здесь есть. Но на самом деле этот запах так хорошо плетен в общую канву вот того произведения, которое задумал автор, что отдельно вот так вот взять, о, вот это лайм, вот это можжевельник, вот это вот мох. Нет. Это все здесь есть. Но вы не сможете вычлить. Потому что это все переплетено, завязано, упаковано, разлитый. Нате вам, пожалуйста, пользуйтесь. Если упрощенно, то я, пожалуй, тоже скатился к тому же банальному мужской. После этого автошейва смысла им пользоваться великого не вижу, потому что это сам по себе одеколон, и он будет вам в сифоне так как надо. А если, допустим, пользоваться им отдельно, то мужской-мужской. Он, знаете, некоторая такая свежеспортивно-летняя направленность. Вот какой-то вот такой вот. То есть человек, который использует этот одеколон, его никто не назовет старперским запахом. Его никто не назовет щегольским каким-то. Это мужской-мужской летний спортивный. Вот так вот бы я его характеризовал. Легкий, пожалуй, больше дачи. Нет, но это не какой-то эфемерный, который, знаете, разлетелся сразу. Нет, я думаю, ну, точно вам не скажу. Вот на следующий обзор могу сказать. Вот я им брызгался вот. Ну, так вот приблизительно, если. Ну, часа полтора-два, то он точно продержится. А вот по запаху... Он звонкий. Звонкий, спортивный, мужской, летний. Вот если так, коротко, резюме. Ну, вот, чё. Вот всё. На этом разрешите с вами попрощаться, сказать вам до новых встреч. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну, и пускай вот всегда всё будет хорошо, чтобы брак не пройдёт, а мы не сдаёмся. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова